Здравствуйте! Этим летом мы всей нашей съемочной группой были в Выборге. Случайно попав прямо на день города. Мы гуляли по улицам, заглядывали во все дворы, пили вкусный кофе. Выборг в очередной раз подтвердил свой статус города котов. Иногда кажется, что именно коты его настоящие жители. А потом поехали в красивейший скальный пейзажный парк, в Монрепо. Мой отдых, мое вдохновение, как называл его создатель Людвиг Генрих Николаи. Этот сюжет должен был стать совсем другим. И предполагалось, что он войдет в цикл роликов о городском озеленении и исторических парках. Мы даже придумали ему название. Прогулка по зеленым закромам Выборга и волшебный парк Монрепо. Но в свете последних событий ролик, наверное, выйдет совсем под другим названием. В Монрепо началась долгожданная реконструкция. И не успев начаться, уже наделало много шума. Мы не хотим обсуждать суммы, выделенные на реконструкцию. Не нам давать оценку проекту и уже проведенным на территории работам. Но очень жаль старейшую сосну у храма Нептуна. По легенде, посажено 400 лет назад самим Николаи. Жаль центральную аллею, прибрежное растительное обрамление, аллеи, ведущие к источнику Нарцисса, и березу у скамьи над водой, ставшей уже визитной карточкой парка. Жаль эти и другие знаковые растения, попавшие под пилу. Возможно, их нельзя было спасти. Но как же опыт работ, проведенных в летнем саду? А возможно, они просто мешали тяжелой строительной технике. Мы этого не узнаем уже никогда. Может быть, строители и правы. Споров очень много. Но... Итак, мы предлагаем вам вместе с нами погулять по Выборгу, посмотреть на него нашими глазами. А также по прекрасному парку, который, вне зависимости от того, чем закончится реставрация, уже никогда не будет прежним. Отдельно прошу прощения, если кому-то не понравятся мои комментарии. Я хотела обратить внимание зрителей на вещи, ясные и понятные мне. Немножко показать интересные ландшафты моими глазами. Если такой формат вам понравится, а я на это очень сильно надеюсь, и пойму это по вашим откликам, я продолжу подобные экскурсии по другим садам и паркам, городам и дворикам. Ландшафты моими глазами. Глазами ландшафтного строителя. Старый, закрытый, тихий подворотник этого чудесного и старого города. Соответственно, старая лестница, заросшая мхами, лишайниками, всевозможными сверняками, совершенно не обязана быть идеально вычищенная. Таким образом, она потеряет свой налет старины, свое очарование. Наверху абсолютно неприхотливая роза сизая. Ранней весной у нее пурпурные побеги, у нее пурпурные цветы, у нее пурпурные листья. И в итоге, когда все, вот эта листва вся осенью свалится, у нее останутся пустые, красивые пурпурные плоды. И она не требует к себе ухода, она ничем не болеет. Нет, она иногда болеет мучнистой росой. Что у нас растет или что не растет? Вот это местные наши сверняки. Вон очуток, седум, пион. Причем, когда мы приезжали сюда несколько лет, вот такие шапки, потому что земли фактически нет. И это делают местные в собственном дворе. Вон виноград, астильба, туя. Туя в том объеме земли, да, то есть в копеечном. Ведь это кто-то ходит, ухаживает, подсаживает эти ветнички. Представляете, какая там ворона? Центральный сад, центральный сквер города Выборга. Как идеально в городском озеленении смотрится лиственница. Пусть когда-то у нее пострадала, судя по всему, макушка. Она от этого не потеряла ни своей пушистости, ни очарования, ни выносливости к городской среде. А чуть-чуть левее, давая другую весеннюю и неимоверную осеннюю окраску, растет боярышник. Идеально терпит и загазованность, и стрижется. Декоративе во всех своих проявлениях при этом терпит городские условия. Такой будет контраст осенью. Ярко-алые ягоды и сочная желтизна лиственницы. Это все центр. Кто-то скажет, бедненько, но чистенько. Может быть, оно есть? А вот еще одно место для привлечения как самих жителей этого чудесного города, так и для привлечения всевозможных туристов. Восстановили старую музыкальную беседку. Сделали из нее отдельно два заведения, бестро и ресторан. Кстати, очень весьма и весьма вкусная кухня. Чудесное и уютное заведение, но при этом она очень гармонично вписана в окружающее пространство. Гуляя по Эспланаде, вы можете найти в вечернее время быть привлеченными его огнями, а в летнее его прохладой. Окружено старыми дубами и кленами. И провести некоторое время как в одиночестве за вкусной чашкой кофе, так и в большой компании. Вот так вот местное народонаселение развлекается, сами развлекают на всех происходящих. Вот он истинный город камня и воды. Везде идут гранитные плиты, гранитные набережные, гранитные мыстолы и гранитные медведи, спускающиеся с гранитных берегов к мушующим рекам, к шумным горным потокам. Вот такой вот добрый Миша. Вот такая вот сказка. Это буквально один дом, пристроенный к большому зданию. Один дом, одна парадная, одна квартира. И это в центре. Под огромный черемух. Если завернуть с шумной улицы в любой маленький переулочек, в любую подворотню, можно найти вот такое чудо. Теплое Балтийское море создает идеальный климат для того, чтобы эти дворики процветали. И вот опять же, вместо бордюра или пореблика, кому что угоднее, является гранитная плита. И она не разрушается, и не нужно ежегодно переделывать. И как это все сочетается? Зелень, тишина, гранит, что-то вечное. Вот они, очередные полисаднички. Очередные самобытные попытки на озеленение. И как прекрасно рябины. А если вам интересно, я вам могу узнать. И мальвы. Давно забытые, заброшенные растения мальва. Почти южный гибискус. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Вот эта часть. Дальше вот эта ива, которая не предполагала, что она будет такой большой, она просто создавала кулису для того, чтобы ты посмотрела в сторону вот этой сосны. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok